Добрый вечер, друзья. Я счастливый человек. Я счастлив, потому что я люблю компьютеры. И иногда мне кажется, что компьютеры любят меня. Я счастлив, потому что я понимаю людей. И иногда мне кажется, что люди понимают меня. Поэтому я хочу, чтобы как можно больше людей и компьютеров были счастливы. Так вот, в принципе, всех людей можно разделить на две группы. Тех, кто любит пользоваться компьютером, и таких, как я. Компьютерные технологии развились в достаточной степени, чтобы отвечать на самые требовательные запросы первых. И продолжают развиваться так стремительно, что таким, как я, нужно бежать очень быстро, чтобы оставаться на месте. Так вот, сегодня при проектировании систем часто речь заходит о интуитивно понятном интерфейсе. То есть, необходимо достичь тот самый юзабилити. И каждый достойный муж считает для себя важным пойти и найти свой путь спустя стену к этому мифическому, интуитивно понятному интерфейсу. Что же хочу? Я не хочу сказать, что пользоваться какими-либо best practices или guides – это плохо. Более того, не поймите меня неправильно, я не хочу утверждать, что свой творческий подход – это неправильно или плохо. Я лишь хочу, чтобы вы задумались над следующим. Такие огромные компании, как Microsoft, Apple, Google, тратят бесконечные деньги на то, чтобы их пользователи научились работать с прогулами этих компаний. И отсюда я хочу задать вопрос. Почему бы не использовать некоторые навыки, которые эти пользователи уже имеют для работы с нашей новой системой? Я говорю про то, что мы уже имеем некоторую аудиторию, которая может использовать Word, браузер, косынку, в конце концов. Так давайте использовать эти навыки, чтобы работать с нашей системой. Я приведу пример. Для того, чтобы можно было лучше понять, о чем я говорю. У нас есть симпатичная девушка, средних лет, ее зовут Аня. И она продавала одежду. И то ли захотел в офисной жизни, то ли работа по специальности, она со своим старым дипломом пошла и устроилась в некоторую немаленькую контору. Ей придется познакомиться с системой сложного документа оборота. И для нее эта система новая. Ей придется осваивать новые навыки. А теперь давайте попробуем задействовать те навыки, которые у нее уже имеются, для того, чтобы облегчить ее жизнь. Давайте возьмем, почему бы нам не взять ВКонтакте, скопировать полностью внешний опыт и развернуть, как систему документа оборота. Вот что у нас получается. Как вы думаете, насколько просто Аня будет использовать такую систему? Главное, чтобы она не загрузила туда свои фотографии по ошибке, правда? Так вот, я бы хотел сформулировать весь этот мой принцип, даже в форме тезиса. Увлекаясь инновациями, не забывайте про классику. Ведь классика иногда может быть действительно полезной. Этот принцип я также могу показать, как он работает в голове каждого человека. Когда я сталкиваюсь с чем-то новым, я сразу задумываюсь, как дорого мне научиться использовать это новое. А с другой стороны, я смотрю, насколько большая выгода меня ожидает от того, что я научусь этим пользоваться. Если затраты больше, чем выгода, то я просто буду в сторону. Если выгода незначительно больше, чем затраты, то, скорее всего, это отправляется в долгий ящик. И, наконец, если затраты существенно меньше, чем выгода, которую я ожидаю, то, конечно, я научусь этим пользоваться. Я приведу пример. Вот у меня есть, мне подарили Никит Байс. Интересно. На нем написано устройство, которое сделает вашу жизнь счастливым. Это плохо. Я бы хотел этим пользоваться. Написано, мы венчаем, пишу инструкция. Ага. Инструкция на непонятном языке. Да. Ну, вообще, сопротивление с этим будет непросто. Ну, ладно. Может быть, как надеюсь, я посмотрю, что это такое. Только что я так просто распрощался с потенциальной возможностями сделать мою жизнь счастливой. Вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас мы познакомлю вас с рядом примеров, доказав то, что принцип, о котором я говорил, он действует не только в IT-сфере. Вы пользуетесь вашими классическими навыками в повседневной жизни. Зараженные правила и разные типы разметки, они становятся интуитивно понятными, ведь у нас есть огромный опыт. Образ красной кнопки сформировался у каждого, поэтому, встретив его на пункте дистанционного управления или в автобусе, вы часто догадываетесь, какой функционал скрывается за ним. Наконец, не все наши классические навыки, которые мы имеем, оказываются самыми эффективными. Классический пример – это раскладка квартиры, которой мы все умеем пользоваться и пользуемся. Но она не самая эффективная с точки зрения экономики или скорости набора текста. Август Двор, профессор Вашингтонского университета, запатентовал свою клавиатуру, которая более динамична еще в 1936 году. То же самое, если касается еще одной треть популярности раскладки клавиатуры, запатентованной Шаймом Коуном. Таким образом, я хочу Вас призвать сегодня, что, увлекаясь инновациями, это лобное слово сегодня, не забывайте про классику. Ведь в некоторых ситуациях она может быть чертовски выгодной. Остановитесь, оглянитесь вокруг. Как Вы можете использовать сегодня ваши классические навыки? Спасибо за внимание. Приятного Вам решения.